Всех приветствую на своем канале. Решила я сегодня себе сделать подарок на Новый год и затариться в количестве четырех одеждой. Шапочка осенняя, весенняя у нас в магазине FIFA. Светерочек с пингвинчиками, джинчики и еще платьишко. И одна из моих подписчиц, с которой я общаюсь вконтакте, узнав сию новость, захотела узреть сию на камеру. Иначе я это показала на себе. Конечно, можно спускать, но раз уж я веду канал, то надо записать сию. Короче говоря, шапочку у меня выбирал товарищ по сканлейту. Скажем так, анимешник. Она черная, но на самом деле тут черная и металлическая такая ниточка. И внутри она такая немножко флисовая, вот где вот эта вот загибка такая. Я и сегодня в ней и шла сработать. В принципе, как бы, ну, тепло. И кто это у нас вообще? Кто это был-то? Я что-то забыла, кто это был, по-моему. Ну, или она это сделана вот же, или... Сейчас, короче, узнаем. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Вообще у меня, конечно, бирочка осталась, но... Я как-то не помню где-то, дедочка. Да, скорее всего, это я сделала на вот же, потому что ссылочка на Санкт-Петербург. А вот же, по-моему, питерская. Так, свитерок. Тоже он же, это я уже точно помню. Вообще, там был белый свитерок с Микки Маусами. И соседка моя по магазину, по соседнему магазину, после того я мерила и показывала, она говорила, что белый лучше. Красный ей как бы не понравился. Я сначала хотела тот и другой, потом думала, у меня один будет лежать в кафу, другой я буду носить. Потому что, ну, в принципе, они практически одинаковые. Что вот на белом фоне белые Микки Маусы, что на красном фоне красные пингвины. В красных этих самых, точнее, на красном фоне пингвины в красных, на красных лыжах и в красных этих шапочках, типа Дед Морозовых, Санта-Клаусовых. Но пингвины на меня давно смотрели, еще, наверное, с весны этого года. Смотрели, 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 смотрели. И вдруг мы с ними решили, что, наверное, мы друг другу все-таки хотим. Я померила оба, они у меня, в принципе, оба были, нормально, но вот этот вот товарищ немецник сказал ужас. Ну, на самом деле, может быть, действительно и ужас, но главное, этот свитер закрывает спину. Не то, чтобы там вот есть свитера, которые там, ну, спину не закрывают, или еще что-то, или длиннее спины. Моя пунктик, чтобы была закрыта шея, допустим, моя розовая осенне-весенняя куртка, и спина. И так как есть какие-то у меня свитера слегка длиннее куртки этой розовой, и, соответственно, как-то не комильфо выглядит, я немножко их заправляю, чтобы было не видно их, но из-за этого они как бы задираются, и спинка у меня сзади горенькая. Чисто я чувствую, что ей холодно. А у меня пунктик такой, чтобы спинка была закрыта, и вот этот свитерок очень сочетается с розовой курточкой. Ну, а джинсы, да, джинсы, кстати, потом свитерок с джинсами вы увидите. Я тут так продефилирую в тапочках по этой комнате. Джинсы рваные. То бишь сейчас, в принципе, в них не походишь, если только под них покупать какие-нибудь нейтральные капронки и одевать вот, да. У меня когда-то были джинсы рваные, но не настолько рваные. Какие-то джинсы чуть рваные были, я их немножко так доделывала уже искусственно, естественно, да. Тут уже вот такая модель, рваные джинсы. На ногах у меня, вот хоть я не продемонстрировала, но у меня, в общем, по бокам у ног там, в самом конце брючинок, можно так сказать, смеечки и, в принципе, при желании можно расстегнуть. Сейчас даже попробую. Расстегнется ли. Может, это декоративная смеечка? Вот, кстати, она декоративная, но изнутри она как бы выглядит именно как смеечка. Но все равно прикольная. В общем, я много всяких джинсов перемерила. И одни какие-то не налезали на меня, какие-то чисто не налезали на ноги, потому что, видимо, все-таки в каких-то местах у меня ноги толще, чем надо. Или чем нужно по тем моделям. Или же какие-то на мне были, я в них тупо тонула. А тут чисто так померила. Они на меня давно смотрели. Я на них тоже смотрела. Ну, рваные джинсы, да ну нафиг, да что такого. И мои соседки, хозяйки соседнего магазина, тоже они очень понравились на мне. И сами по себе. И они такие тут со стразами, значит, с пайетками. Ну, вы там увидите. Если кому интересно, просто могу потом зафоскать и выложить в контактовой этой страничке канала. А еще черное платье. И черное платье я вот сейчас переоденусь и тоже его засниму. В общем, у меня сегодня будет видос шмоток такой. Шапочка. Чем я не велевала, молодой? Ну, не знаю, может, старый велевала. Тоже в шапочки сейчас ходит. Ну, не смысл старый, но тот, который был, допустим, в 2002 году. Субтитры сделал DimaTorzok. А вот такое платьишко. Мне очень нравится. Тут, в общем, 80% искусы. Чего-то там и чего-то там. Чёрненькая. С пайетками. Вообще, я путаю пайетки и стразы. Сначала обозвала их стразами, а оказалось, что это пайетки. Мне очень нравится. В общем, вот такой обзор шмоток. Спасибо за просмотр. И пока!